МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных происшествиях в области через объектив нашей камеры. В Харциске средь бела дня ограблен ювелирный магазин. Преступников было четверо, их лица скрывали черные маски. Угрожая пистолетом, они похитили около 20 лотков с ювелирными украшениями. Никто из сотрудников магазина не пострадал. Подробнее в репортаже камеры. Это видео с камеры наблюдения. На нем видно, как в магазин забегают мужчины в масках. В помещении в тот момент двое сотрудников ювелирного салона. Подавец забегает в подсобное помещение, охранник, ограбители кладут на пол, забирают лотки с украшениями и уходят. В 10 часов 29 минут в дежурную часть Харциско-городского отдела поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что к магазину, к ювелирному «Диамант» подъехал джип черного цвета. Из него вышли 4 человека в масках. Быстрым сагом зашли в магазин, вышли через минуту, сели в автомобиль и уехали. Комментировать ситуацию в самом магазине отказались. Соседних утверждают, что ничего не видели. О случившемся узнали после приезда правоохранителей. Я пришла на работу, вот сижу вот здесь вот и все. Мне уже милиция спрашивает. Я ничего не видела. Ну, пол-одиннадцатого. Потому что, может, если было это в 8 часов, когда я на работу шла, там открывала, глянула и все, или там вечером, я смотрю, закрылись они или не закрылись. Ну, это ж пол-одиннадцатого. Я сижу себе, открылась и сижу. Что именно похитили грабители и на какую сумму владельцы магазина еще подсчитывают? По предварительной информации, преступники унили с собой около 20 лотков с украшениями. Это предметы, как драг металлов, как золото, серебро, кольца, браслеты. Ну, всех видов изделий. Грабителей сейчас разыскивает милиция. Открыто уголовное производство. За вооруженное нападение на магазин злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Водителя наркомана задержали сотрудники Мариупольской ГАИ. Тем самым спасли молодому человеку жизнь. Мужчину доставили в отделение реанимации в коматозном состоянии. Как позже выяснилось, водитель находился в сильном наркотическом опьянении и мог умереть от передозировки. Подробнее в следующем сюжете. Где документы ваши? Про вальт, паспорт есть у вас? Да, есть. В таком состоянии находился водитель, когда его установил наряд ГАИ. По словам инспектора, у мужчины вел себя неадекватно, на вопросы не отвечал. Коробку передач путал с педалью газа. Поставьте машину на передачу. На передачу поставьте, чтобы она не покатилась. Нет, не там передача, это педаль, вон передача. Ставьте, выходите на машину. Товарищ, ставьте на передачу машину. Слышишь, почему? На передачу. Она не покатится? Данный водитель то терял сознание, то приходил в себя. У него закатывались глаза. Он неадекватно вел себя. Вечно руками шурудил по всему, по карманам, поэтому он не мог собраться. Мы ему задавали вопросы корректные, его фамилия, имя, отчество, его адрес проживания. Он не мог внятно ответить. Подозрение было, что алкогольное опьянение, но запаха от данного водителя, запаха алкоголя характерного не было. На водителя составили административный протокол и доставили его в наркологический диспансер. Но провести освидетельствование не удалось. Мужчине стало плохо, и его пришлось везти в ближайшую больницу. Он в состоянии сопр, так называемое. У него посинели глаза, и врач попросил срочно его отвезти в реанимацию. По словам медика, у водителя была передозировка наркотиками. По словам самого пациента, накануне он выпил три упаковки психотропного препарата. Там было соматическое коматозное состояние, где-то второй-третьей степени. Он практически, когда его выводили с территории наркодиспансера, он практически был в отключке. Если бы они его вовремя не остановили, по большому счету, он бы уснул за рулем. Передозировка, остановка дыхания, остановка сердца, и он бы просто за рулем умер. По информации ГАИ, 27-летний водитель уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии наркотического опьянения. Теперь мужчину, скорее всего, лишат права управления. По данным медиков, число тех, кто садится за роль под действием наркотиков за последние пять лет, выросло в четверо. В прошлом году в Мариуполе задержано более 200 таких водителей. Группу офисных воров задержали правоохранители Донецка. На счету подозреваемых 12 краж, сообщают пресс-службе ведомства. Милиции говорят, действовали преступники с осени прошлого года. В помещение офиса проникали в выходные и праздничные дни. Двери скрывали отмычками с собой, уносили деньги, ноутбуки и фотоаппараты. Подробнее в следующем сюжете. Это один из офисов, в которых побывали воры. То, что в помещение проникли посторонние, сотрудники фирмы поняли не сразу. Когда в понедельник вышли на работу, двери были закрыты, замки целы. В самом офисе беспорядка не было. Пропали два ноутбука, фотоаппарат, настольная лампа и флакон туалетной воды. Главных повреждений в отделе не было. Абсолютно. То есть в этом кабинете, где мы сейчас находимся, были открыты, приоткрыты шкафчики под принтером. У девушки у одной пакет стоял возле компьютера. Пакет исчез. Все документы, которые были в пакете, были аккуратно сложены в стол. То есть в комнате было чисто, как всегда. Рабочая обстановка, нигде ничего не раскидано. Ну, порядок как обычный. По такому же схеме за пять месяцев в Донецке были ограблены еще 11 офисов. Большинство из них находились в центре города. Все кражи, по информации правоохранителей, совершались в выходные или праздничные дни. Замки вскрывали путем подбора ключей. После ухода закрывали. Суммы ущерба колеблются от одной до 10 тысяч гривен. Совершали кражи ноутбуков, фотоаппаратов, а также денежных средств, которые находились в офисах. То, что проще умести, то, что находилось на видном месте. Подозрения в серии краж стройники милиции задержали трех жителей области. Познакомились они в местах лишения свободы. После освобождения устраиваться на работу не спешили. Зарабатывать решили старым проверенным способом. Кто это проникал? Через входную дверь центральную. Каким способом? Она открыта была. Открыта была дверь вверх? Да. Что похитил? Ноутбук. Для чего? Есть хотя бы. Лиза, совершавшая данный вид преступления возрастом 25-28 лет, ранее судимый за наличные преступления, нигде не работающий. Два из них жителя Макеевки, один житель Кировского района города Донецка. Похищенные подозреваемые продавали случайным прохожим или сдавали в ломбард. Часть из украденного ими изъята. Все трое арестованы. За кражи из офиса в ближайшие 6 лет они могут провести в тюрьме. В мошенничестве обвиняют несколько жителей области одну из донецких фирм. По словам пострадавших, одним здесь обещали трудоустройство, другим помочь снять квартиру. В качестве аванса у клиентов брали от 300 до 800 гривен. Но ни временного жилья, ни работы, ни своих денег люди так и не получили. Милицию с жалобой на эту фирму уже обратились несколько десятков человек. Как действуют аферисты и что нужно знать, обращаясь в кадровые агентства, в сюжете камеры. Работа на дому доход 700 гривен в неделю. Такое объявление Оксана Бегунец нашла в газете. Девушка сейчас в декретном отпуске, поэтому такая работа ее заинтересовала. В офисе компании ей сказали, что нужно будет собирать карандаши. Но сначала попросили заплатить 300 гривен. Говорят, с таким расчетом, что вы действительно нас не кинете, что вы не откажетесь от работы. В таком вот плане. Я заплатила в первый же день 300 рублей. Все, подписала контракт, мне дали квитанцию. Типа приедет курьер, привезет мне товар и 300 рублей мне отдаст сразу. Я прождала до начала марта. Не было никаких курьеров, ничего. Хотя они мне сказали, говорят, будут звонить, чтобы узнать точно адрес. Мало ли, чтобы не ошиблись, чтобы я была дома. Я прождала, ничего. Яна Сидорчук тоже обратилась в эту фирму. Хотела снять жилье. Ей предложили однокомнатную в центре Донецка за 800 гривен в месяц. Сумму попросили внести сразу. Мы нашли квартиру, позвонили, спросили, почему такая низкая цена. Нам сказали, что хозяйка уезжает за границу. И она оставляет двухкомнатную квартиру. Одну комнату оставляет под свои личные вещи. Квартира стоит 800 гривен. Мы оплачиваем коммунальные услуги. И хозяйке каждый месяц переплачиваем по 800 гривен на карточку. Сказали, что все это мы оформляем. Нам дают номер телефона. С хозяйкой все в порядке. Мы с ней встречаемся. Девушка заплатила требуемую сумму. Но с хозяйкой так и не встретилась. Телефон, который дали сотрудники фирмы, не отвечал. В агентстве обещали найти владельца квартиры или подыскать другой вариант. Деньги назад не вернули. По мнению клиента в агентство, их просто обманули. Звонили узнать номер, убедиться тот же хозяйки или нет. Подтвердили, но дозвониться никто не может. А на квартиру вам адрес квартир давали? Нет, сказали, что боятся за эту квартиру. Не дай бог что-то с ней случится. Поэтому мы созвонимся лично с хозяйкой. Только она нас потом отведет. Ловят человека на том, что это дешево. Все, давайте быстрее. Сейчас ее быстро сдадут. Хозяйка уезжает. И на такой махинации подлавливают людей. Снимают у них деньги. Как-то тянут вот эти договора. Номера телефонов одни и те же они дают. И пишут разные фамилии, имя, отчество. Пишут разные. Мы звоним. Мы звоним. Телефоны либо же отключены, либо же абонент занят. Или говорит, позвоните позже. Проверить, как работает агентство, мы решили сами. В офис компании идем под видом клиентов. Просим подыскать съемную квартиру в центре Донецка. Нужный вариант находится сразу. Половину суммы просят заплатить им. Только после этого обещают дать номер телефона хозяйке квартиры. Объяснить журналистам, почему не выполнили своих обязательств перед другими клиентами в агентстве не смогли. Общаться отказались не только со съемочной группой телеканала, но и со своими клиентами. Частная территория. Здесь есть общественный интерес. У вас клиенты хотят у вас спросить, когда вы предоставите им. В частности, здесь... Частная территория. Выходите. Я с вами тоже общаться сейчас не буду. Так верните деньги тогда. Это частная территория. Выходите. Верните человеку деньги. Вы же говорили, что возможно вернуть деньги под договором. Возможно, но в данный момент уже невозможно, потому что разрешение написано в договоре, конференциальность информации. Обманутые клиенты агентства написали заявление в милицию. По информации правоохранителя, это не первая жалоба на данную фирму. В этом году в Калининский район Донецка уже обратилось более 40 человек. Заявление будет внесено в единый реестр. Будет сопроводиться следствие. И в рамках расследования данного уголовного дела будет вынесено решение. В договоре, который агентство заключалось с клиентами, ни слова об аренде квартиры или предоставлении работы. Это всего лишь соглашение наказания информационных услуг, объясняет адвокат Юлия Березина. А деньги, которые вносили люди, это оплата работы сотрудников фирмы. Можно усмотреть в действиях такого предпринимателя все же признаки преступления по статье мошенничества. Может, мошенник, действуя умышленно, вводит в обман потребителя этой услуги, говоря о том, что будет услуга предоставлена по подбору помещения или по предоставлению жилого помещения в аренду, или по трудоустройству этого гражданина. На самом же деле предоставляет подложный договор, который ни об этом, ни о чем не упоминает. Обманутым клиентам фирмы адвокат советуют написать коллективные заявления в милицию и обратиться с жалобой в инспекцию по защите прав потребителей. В последнем не только проверят работу агентства, но и смогут представлять интересы потерпевших в суде. Тем же, кто только собирается снять квартиру или найти работу, Юлия Березина советует внимательно изучать договор. Если он платит деньги, то он должен понимать, когда эта услуга будет выполнена. Соответственно, в договоре должен быть предусмотрен срок выполнения договора. И при этом акты выполненных работ, которые являются обязательным и подтверждающим том, что услуга выполненная и оказанная того гражданину, должны быть подписаны гражданином только лишь после получения этой услуги, после того, как его удовлетворят его потребности. Кадровое агентство и агентство недвижимости действительно берут плату за свои услуги, но делают это, как правило, после заключения договора аренды или трудоустройства клиента. Поэтому предложение внести аванс должно насторожить. В этом случае рискуете остаться и без денег, и без работы. Шекспировские страсти. В Волновавском районе мужчина из ревности убил знакомого. По данным правоохранителей, задержанному не понравилось, что приятель оказывает знаки внимания его жене. Проучить ухажера решил с помощью охотничьего ружья. Мужчина с огнестрельным ранением в груди поступил в больницу около 4 часов утра. Его сразу прооперировали, но спасти его медики не смогли. Через несколько часов он скончался. Виновного смерти жителя Волновавского района задержали на следующий день. При задержании сопротивления он не оказывал. Он скрывался в лесополосах. Нашими работниками уголовного розыска совместно с участковыми инспекторами была проведена отработка этого района, где он мог скрываться. И человек был установлен и задержан. По словам задержанного, тот вечер отдыхал в компании друзей. Один из мужчин начал оказывать знаки внимания его жене. На просьбу оставить ее в покое ухажер не реагировал. Тогда мужчина взял в соседней комнате ружье. Утверждает, убивать не собирался. Хотел только напугать. Я взял ружье, не заряженное. Пошел туда. Вспомнил, что лежал патрон, на котором был капсуле пробит. От бойка след был. Я вставил, я даже не рассчитывал, что может выстрелить. Потерпевший сидел напротив меня, возле на кровати. И когда вставил патрон, когда защелкивал, произошел выстрел. Как он пояснил, это ружье он нашел на свалке. И ружье в ужаснейшем состоянии. Старое ружье марки «Зимсон», на котором отсутствуют какие-либо номерные знаки. И принадлежности этого ружья нет. Задержанный утверждает, что сам вызвал скорую. В бега бросился, так как испугался ответственности. До этого он уже был дважды судим за кражи. В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Макеевке неизвестные напали на сторожа и ограбили шахтную подстанцию, сообщают пресс-службе городской милиции. Похитили несколько катушек с медным тросом. Сумма ущерба подсчитывается. По информации правоохранителей, на территорию подстанции неизвестные проникли ночью. Грабителей было пятеро. Они выбили дверь и избили сторожа. Женщина потеряла сознание. Когда пришла в себя, никого в помещении уже не было. Сторож сама вызвала скорую и позвонила в милицию. Сейчас диагнозом стрясения головного мозга она находится в больнице. Ночных грабителей разыскивает милиция. Женщине был нанесен один удар в область лица, от которого она упала и потеряла сознание. Никто женщине не угрожал. Она просто без сознания лежала и в этот момент вынесли ценности. Вынесено было 7 медных бухт по 100 метров каждая. Также 5 комплектов спецодежды. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 186 части 3 Уголовного кодекса Украины. То есть открытое завладение чужим имуществом, соединенное с применением насилия. Охоту на автомобили премиум класса открыли донецкие автоворы. На счету преступников в этом году уже более 30 украденных автомобилей. Треть из них это престижные иномарки, сообщают госавтоинспекции. Наибольшим спросом у угонщиков пользуются Лексусы, БМВ и Мерседесы. Пока ни одна из похищенных за последние несколько месяцев машин не найдена. Для чего угоняют автомобили премиум класса и можно ли защитить свой автомобиль в следующем сюжете. Все автомобили премиум класса угнаны со дворов домов ночью. Каждая из машин была оборудована сигнализацией. Но преступников это не остановило, говорят в ГАИ. Так в начале марта в Калининском районе за одну ночь похитили сразу два Лексуса. Ни один из них пока не найден. По словам инспекторов, как правило, такие автомобили угоняют для перепродажи. Угоняют, перебивают на ней номера. То есть делают полностью несоответствующие документы. Это конкретнее техпаспорт, номер кузова, агрегатные номера. Это все перебивается. Делают полностью двойником его. Того автомобиля, который до этого ездил официально с документами. Затем машину двойника продают в другой области или стране. Найти такое авто довольно сложно, признаются правоохранители. Пропажу автомобиля владелец обнаруживает только утром. Поэтому преступников есть минимум несколько часов, чтобы вывезти или спрятать угнанное авто. Как правило, данные автомобили загоняются в кооперативы, в гаражи, на мастерские, естественно, частные. И там уже этот автомобиль перебирается, перекрашивается, соответственно, чтобы менее быть заметным. И могут уже выехать в другой регион, то есть за пределы Донецка. И уже становится сложнее круг розыска данного автомобиля. В поиске угнанных машин правоохранители проверяют гаражные кооперативы, станции техобслуживания и авторазборки. Были угоны автомобилей престижного класса. И, возможно, не мог быть на разборках. Хотелось бы посмотреть, что у вас есть на разборке. Да, можно прям, пишите, покажем. Возможно, угон на этих автомобилях. Никто не обращался к вам с просьбой перебить, переделать номера автомобиля. Нет, такого не было. Такого никто не обращался. Ну, давайте с ним пройдем, посмотрим. Если что будем иметь в виду, перепродивим. Сообщать обязательно нам. По словам инспекторов, машины-двойники годами могут ездить по дорогам. Выявляют их при проверке документов, номеров двигателя и кузова. В этом году в Донецке задержаны два таких автомобиля. Один в Долубном Западной Украине, другой в Крыму. Те водители, которые управляют автомобильными двойниками, в основном являются добросовестными покупателями. То есть они не знают, что данное транспортное средство является двойником, либо оно было угнано. То есть человека привлекает именно низкая цена на данное транспортное средство. И поэтому они спешат быстрее взять этот автомобиль, проходя мимо экспертиз, чтобы для установки в угоне этот автомобиль. По словам правоохранителей, сейчас в Донецкой области действует целая группа, специализирующиеся на угоне престижных иномарок. Чтобы не стать очередной, ее жертвой советуют не оставлять машину на улице без присмотра и оборудовать автомобиль дополнительной сигнализацией. Штраф или до трех лет ограничения свободы грозит водителю, наехавшему на сотрудника ГАИ. Расследованием дела занимается милиция. Напомним, неделю назад в Макеевке патруль остановил мужчину, который проехал на красный сигнал светофора. Тот оказал сопротивление и, пытаясь скрыться, наехал на инспектора. Диагноз, который медики поставили пострадавшему – ушиб голени. По версии самого водителя, он ничего не нарушал и никого не сбивал. Сотрудник ГАИ сам упал на капот его машины. По данному факту, правоохранители открыли уголовное производство по статье «Сопротивление сотруднику милиции». Если вину водителя докажут, ему грозит штраф до 1200 гривен, арест или ограничение свободы на срок до трех лет. Больше информации о событиях в области и стране читайте на нашем портале union.ua. Здесь вы сможете не только посмотреть программы, но и узнать самые свежие новости. Будьте в курсе последних событий с информационным порталом union.ua. Это были главные события минувших семи дней. Я с вами прощаюсь. Пусть в объектив вашей камеры попадают только приятные события. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова